Лондон удивительный город с большим количеством парков и открытого пространства по сравнению с другими городами такого же масштаба. Посещая его, не приходится далеко ехать, чтобы оказаться в окружении красивых зеленых насаждений. 10 самых красивых парков, садов и открытых пространств Лондона – 1. Ричмонд парк – это самый крупный парк Лондона, который охватывает разнообразие ландшафта, в том числе леса, луга, пруды и даже горы. В парке также расположен 700-летний дуб и плантация Изабелла. Для любителей спорта предлагается гольф-парк, прокат велосипедов, место для рыбалки и несколько точек, где можно пустить воздушного змея. В лесистой местности водится порядка 600 оленей, так как в прошлом Ричмонд парк был местом охоты на оленей. В парке есть 5 мест, где можно насладиться закусками и едой, в том числе Пембрук Лодж – грузинский особняк, окруженный элегантным садом. 2. Лук Хэмпстет Очень популярный и любимый район в Лондоне расположен в богатой области Хэмпстет. Лук – это естественный парк с различным ландшафтом, включая горы, водоемы, леса и травянистую местность. Для активных посетителей эта область будет интересна восьми площадках для бега, тремя плавательными бассейнами и спортивными площадками. В некоторых часть лук Хэмпстет был оставлен в естественном состоянии с разросшейся дикой травой и скоплением живых изгородей и старых деревьев. 3. Риджентес парк Это элегантный центральный парк, предпочитаемый местными жителями и зарубежными туристами. Он известен своим невероятным садом Рос, а также крупнейшей открытой спортивной площадкой в Лондоне. В парке на берегу озера спортивного центра «Хаб» можно арендовать грибную шлюпку или водный велосипед. Для детей есть отдельное детское озеро с водными велосипедами. Любители спора смогут насладиться теннисными кортами. Одной из главных достопримечательностей парка является лондонский зоопарк, в котором находится более 650 видов животных. Вы также не будете голодны, так как в парке есть не менее 9 кафе, где в основном продают закуски и кофе. Не выходите с парка, не поднявшись на известную гору Примроуз-Хилл, где вы можете насладиться великолепным видом на Лондон. 4. Ли-Вэлли парк Этот огромный участок парковой местности образовался на пути реки Ли. В парке проводится множество водных спортивных мероприятий, рафтинг, рыбалка, катание на байдарках, и на суше, кемпинг, наблюдение за птицами, велоспорт, гольф, верховая езда, катание на коньках. На территории парка находится много примеров прекрасной архитектуры, включая особняк Миддлтон и остатки августовского аббатства. Также здесь находятся три мельницы, в том числе старейшие приливные мельницы в Великобритании. Парк имеет собственные места наследия и заповедник, где обитают такие дикие животные, как выдры. 5. Сады Хемхаус Хемхаус расположен на реке Темза на юго-западе Лондона. Сады были недавно восстановлены за прежним планом 1600-х годов. В прекрасной открытой местности Лондона, особенно в солнечные дни, вы можете наслаждаться вишневым садом с цветущей вишней и южной террасой с широкими газонами. Зайдите перекусить в кафе «Оранжерея» и погуляйте по живописному средневековому лабиринту. Парк граничит с рекой Темза, поэтому является идеальным местом для пикника или поездки на близлежащий знаменитый остров Илпай. 6. Кенсингтонский дворец Королевский парк Элегантные сады окружают Кенсингтонский дворец Королевская резиденция, которая расположена в районе Кенсингтон и Челси. Симметричные ландшафтные сады когда-то являлись частными садами Кенсингтонского дворца, но сейчас они являются частью Королевского парка Лондона. Вы можете наблюдать за птицами, плавающими на пруду напротив дворца или направиться к большим водам и извивающейся реке, проходящим через парк. В конце длинной реки находится прекрасный итальянский водный сад с фонтанами, прудами и скульптурами. 7. Кьюгарденс Кьюгарденс – это 121 гектаров прекрасных садов и ботанических оранжерей. Смысл садов не только в их красоте, но внесении своего вклада в научные исследования и выращивание растительного мира. Сады используются в качестве источника научных достижений в области садоводства. Парк находится в распоряжении ЮНЕСКО. Здесь вы можете посетить теплицы, тропические леса, детскую площадку в виде дерева, сады и даже заказать экскурсию по парку. Зона Риверсайт протекает рядом с Темзой, где вы можете увидеть голландские дома 17 века, гербарии и симметричные сады Королевы. На территории сада можно посетить несколько музеев и другие достопримечательности, включая водные сады, мостик с эклеров, дом кувшинки, пагоды, бамбуковые сады, японские ворота и несколько храмов. 8. Сент-Джеймс недалеко от центра Лондона находится относительно небольшой Королевский парк, граничащий с Молл Красный Дорогой, которая ведет в Букингемский дворец. Молл – это также торжественный путь Королевы. С другой стороны парка проводится парад, во время которого можно увидеть ежегодную церемонию выноса знамени, а также практику движений гвардии. В центре парка образовалось большое озеро, которое можно пересечь через Синий мост. Центральное озеро является местом для наблюдения за водоплавающими птицами, особенно пеликанами, которых кормят каждый день в 14 часов 30 минут. Среди пяти точек питания стоит выделить «Инзе парк», который был построен с использованием натуральных технологий. 9. Сады Хэмптон-Корт – это любимое королевское место Генриха VIII, расположенное в Лондоне в районе Ричмонд-на-Темзе. Эти невероятные сады, безусловно, стоит посетить. На самом деле они являются всемирно известными, так как являются одними из самых красивых садов в мире. Вы можете просмотреть оригинальные викторианские стены сада и каналы, выделяющие цветочные клумбы. В огороде вы увидите фрукты и овощи, выращенные органическим способом. Пройдите сложные лабиринты, чтобы достичь готической башни, а затем исследуйте подземный туннель, который приведет вас к водопаду и затонувшему саду. Сад неоднократно обновляли и восстанавливали, последняя часть – нижняя оранжерея сада. Если вам повезло с солнечным днем, сядьте на корабль, курсирующем из Вестминстера, центр Лондона, вдоль Темзе в сад. 10. Японский сад Киото Сад Киото был разработан в честь японской садовой культуры и садовых специалистов из Киото. Киотский сад небольшой и уютный, он создает реальное убежище от суеты Лондона. Кленовое дерево расположено рядом с мини-водопадом, который впадает в пруд с японскими карповыми рыбками. В парке также можно насладиться альпинарием и ухоженными клумбами. Остальная часть парка окружена домом Холланд и является бесплатной для посетителей. Парк состоит из большого пруда с водопадом и садом, детской площадкой и спортивной площадкой.